орхидея в пеностекле простояла три дня и сейчас я буду поливать с ней ничего не случилось цветочки не взяли ничего турбер листиков хороший чтобы полить орхидея я беру препарат ажбе 101 на полтора литровую баночку капаю три капельки для того чтобы она лучше адаптировалась к новой почве и вообще чтобы стимулятор роста по я погрузилась в орхидею методом погружения в воду смотрите как быстро она впитывает пеностекло в воду я налила вот столько моментально начала впитывать сейчас еще сверху пролил потому что пеностекло было абсолютно сухое оно у меня постоит в водичке минут 15-20 я помещу ее в горшочек с двойным дом но водичка стечет с автополивом вода я долила до самого верха получается она больше не впитывает теперь вынимаю вода абсолютно стекла вот корешок темно-зеленый получивший нижний тот что виднеется вот петельки с автополивом и сегодня пусть стечет вся влага так как она хорошо напиталась и посмотрим как она будет себя чувствовать после того как я полила свою орхидейку и добавила воды до этого уровня через ой извините за маникюр через два дня водичка исчезла ведь и до половины выпила и она все равно орхидейка и пеностекло влажную больше не поливая но орхидея турбер не потеряла все у нее в порядке но цветоносы она цветочки сбросила петь отсушила свои цветочки но ничего она вот набирает новые бутончики будем надеяться что она будет дальше в скором будущем цвести а здесь рядом у меня стоит леодора она пахнет на всю квартиру такой запах прямо вообще выдержать нельзя у леодоры цветоносы срезать никогда не нужно так как она имеет револьверное цветение она на концах продолжает наращивать цветоносы и все время цветет вот это мое растение вот выпустила третий цветонос вот сколько бутонов на нем на новом цветоносе а эти старенькие цветоносе кидают по одному цветочку он два иногда новый цветонос видите сколько бутончиков можно конечно срезать но если срезать это вы будете очень долго ждать нового цветоносе к а если не срезать то цветонос по-любому появляется дополнительно так как растение вверх вырастает листик у них очень длинный у лиодоры огромное смотрите у коды листики маленькие видите какие и у лиодоры какие огромные у лиодоры светлое салатовые листики даже не зеленые салатовые но очень очень длинных размеров и она любит как бы расти на одну сторону и наклоняется в одну сторону даже и и поворачивала все равно она не хочет поворачивать держу ее в двойном горшочке на дне вот так водичка так как она сильно любит пить в общем лиодоры это чудо у меня это лиодора и желтой орхидейкой вот это желтая орхидейка никак не могу записать ее название чтобы все время вам говорить не мои подписчики сказали как она называется она тоже так сильно пахнет особенно когда утром нее попадают лучи солнца с окошком на нее и на лиодору прям непонятно такие запахи непонятно чем она пахнет например желтая орхидея пахнет то ли нарциссом то ли ландышем что-то такое непонятно но приятный запах но сильно много этого запаха может за того что на желтой меня смотрите сколько цветочков 4 цветочка и на лиодоре 4 цветочка эти запахи совмещаются и сильно а лиодора пахнет как сладкий такой немножко вкус запах как конфеты сейчас я попробую ее включить фонарик показать ее цвет при фонарике видя на какая красавица мне так нравится еще красавица это пахнет как птичка внутри сидит сказочно а это раньше уже цветочки но они практически цвет не поменяли у нее цветы восковые очень плотные долго держатся и желтая тоже восковичок у меня и кода восковичок тоже очень долго держится и цвет не меняет кого-то зацвела еще до нового года и до сих пор цветет и очень красиво и замечательно выглядит а сейчас поговорим про реанимашки так как по всей стране коронавирус я протираю свои листочки у орхидеи кемира мистину берут тампончик и тоже убираю их от вирусов можно конечно перекисью водорода спиртом ну спиртом я тоже протирала листочки хорошо не заводятся всякие букашки листочки протираю с двух сторон и с этой стороны и с внутренней стороны каждый листочек в мере загрязнения тампончика я меняю на другой вот запачкался выброшу уберу следующий тампончик так как орхидейка стояла у меня на кухне а на кухне больше всего жиров прилипает к листикам когда она зацвела набрала большие бутончики я ее перенесла в комнату и она мне начала выдавать свои приятные запахи вот так протираем все листочки маленькие большие из-под низу все после того как я протерла ей листочки я поставлю ее на полочку на привычное место а еще хочу вам показать на мои орхидейки скопились такие капельки сейчас покажу вот видите липкие такие это не болезнь не вредители это орхидейка естественным образом готова к опылению привлекает таким насекомых своими сладкими капельками не знаю сладкие они или нет но на ощупь они липкие значит наверное сладкие готова к опылению так как цветов очень много все орхидеечка убираем ее и говорим о реанимашках вот начало это реанимашка которым я меняла мох но все равно вода внизу потемнела так как мох соприкасается с водой мог здесь более живой зелененький она чувствует себя хорошо тургор идеальный новых корешков пока я не вижу но будем наблюдать этот корешок зеленый с ней все хорошо это орхидейки менять ничего не будем следующая орхидейка каменная роза я вам показывала она точку роста начала тут жидкость какая-то появляться но листик еще не растет я течь устранила но не знаю пустит она с точки роста молодой листики или нет стволик не подпортился нигде ничего новые корешочки не лезут цветоносик продолжает увеличиваться стоит она у меня в перлите и сверху я обложила мхом зелененьким из лесу и вот одна шишечка тоже она не помешает просто поставила так для украшения и она себе так стоит перлит я вам скажу очень хорошее дело посмотрите сколько орхидейка нарастила корешков посмотрите какие живые вот раскуклившиеся молоденькие растущие корешочки посмотрите сколько много хотя стволик полностью пропадал он стал черный здесь были только тяги тяже вот эти вот без веломена и она таким образом вот молодой листик нарастила и вот здесь корешочки вот видите пускает и вон молодой корешочек какой красивый в общем в перлите мне тоже понравилось как растут орхидейки но на нее что-то не пойму вот какие-то листик вырос с бугорками что это такое я еще не знаю я не определилась вот посмотрите какие сильно бугорки то ли корни какие-то смотрите как на корни похоже что это такое не знаю не в курсе этот листик получил механическое повреждение его просто срезала на конце он подсох и дальше ничего не чернела так как это не болезнь была а повреждение но этот листик что-то мне не нравится но он резко увеличился в размере и бугорки и с этой стороны вот видите и с внутренней стороны тоже они очень сильно крупные что это бугорки означает понятия не имею надо будет погуглить и молодой листочек тоже еще один листик это долго сидел в серединке а затем вылез молодой листик и корни пошли в рост это мне тоже очень радует перлит влажный на дне воды нет просто его поливаю водичка здесь появляется я больше не поливаю увидела что намокла перлит влагу держит так как вот в этом месте вот видите немножко есть конденсат он тоже в двойном горшочке у меня вот конденсат видно и жду когда будут больше корни корневая нарастет в большем количестве и пересажу то ли в кору то ли в пеностекло пеностекло мне понравилось принципе вот это купилась немножко осталось но не знаю орхидейка так быстро сбросила цветочки ну будем дальше смотреть как она будет себя чувствовать дальнейшем в этом пеностекле а здесь и на окошко поставила свои орхидейки эксперимент повесила им красную лампу посмотрите листик начал резко расти серединки начала выпускать кое-что это орхидейка тоже начала расти резко они все как-то потянулись к свету и не знаю мне не было никогда лампы вот листик вылез а это орхидейка это постричи сколько там пустила каких-то зачатков она стояла без света это ход кис по моему темная орхидейка с биглиповским язычком она стоялась без подсветки и засушила цветоноса затем я купила лампочку и смотрю есть результаты я их поставила горшочком в горшок с автополивом это пульчерима это очень красивая орхидейка и на дно горшочка набрала водички а здесь у меня пеларгонии стоят тоже с подсветкой тоже начали расти резко вот даже цветоносики он пустили здесь у меня такая мини тепличка здесь лимончик таберни монтана бегония колеус перчик горький плечки хорошо растут теплички на дне тоже мог положила вот видите и вот так вот я выращиваю свой мини садик мини огородик в квартире следующем видео мне покажу вам как как дела мои котлеи сколько она нарастила листочка что с ней случилось это будет следующее подробное видео про котлею но орхидеям пошло на пользу я купила два светильника этот с розовой подсветкой а этот у меня более с красной подсветкой они практически одинаковые но хочу посмотреть разницу в чем такой стеллажик у меня как раз наместился на окно очень удобно а на лето их по выношу на улицу окна пооткрывается будет больше места а это я сажала свои орхидейки в один горшочек с автополивом 3 орхидейки мультифлора и 2 вариатные посмотрите у этой вариатность намного сортовее считается этот сорт когда пополам желтого больше а этот менее ценный сорт но они очень все красиво смотрятся это старый сорт который я спасала орхидейку она начала пропадать тургор листиков потеряла и мне удалось ее оживить даже он растет новенький листочек посадку я делала видео есть можете посмотреть во что я сажала а это орхидейка мне попалась всего лишь за 50 гривен и получилась очень хорошая композиция то есть эту я вовремя не посадила дождалась пока купила еще одну варигатную когда зацветут вообще будет сказочные мы посмотрим дождемся весна все просыпается все растет и все будет цвести спасибо всем внимание оставайтесь на моем канале ждите новых видео всем удачи всем пока а а и 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 Субтитры подогнал «Симон»